Господь Не слышится порой, как все кругом поет псалом, псалом любви святой. Господня вся земля и мне издалека, в массивах гор, в красе озер, видна Его рука. Господня вся земля, я наблюдать люблю. Как блеск сорницы и пенье птиц, творят Ему хвалу. Господня вся земля, в творенье виден Он, и круг небес и луги лес, хранят Его закон. Господня вся земля, да не забуду я. Хоть в мире зло везде вошло, Господь всему судья. Господня вся земля, еще не кончен бой, придет Христос в долину слез, с Ним радость и покой. Господня вся земля, еще не кончен бой. Придет Христос в долину слез, с Ним радость и покой. Евангелие Иоанна, 6 глава, мы прочитаем один стих, 35 стих. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты позаботился о нас, открыв нам дверь в небеса через Голговский крест, через жертву Твоего Сына, которая была принесена для того, чтобы простить нам грехи, для того, чтобы омыть и очистить нас, для того, чтобы сделать нас праведными в Тебе, пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя за это чудо, которое Ты даешь нам, что и сегодня, когда мы идем по этой земле, день за днем мы можем обращаться к истине Твоего Слова, мы можем обращаться к Тебе, который жил и продолжаешь жить, для того, чтобы питаться Тобой хлебом живым, который так необходим для нас, необходим для того, чтобы мы могли насытиться и не иметь жажды и не алкать. Мы просим, Господи, Твоей благодати, чтобы сегодняшний вечер был не просто вечером истории или призыва, а вечером встречи и соприкосновения с Тобой, Господи. Прошу Тебя, каждой душе, о своем сердце, прежде всего, помоги, чтобы во всем этом мы действительно могли искать лица Твоего, мы могли наслаждаться Тобой. Благослови сегодняшний вечер, пусти мне Твоя прославится, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как мы уже говорили, у нас сегодня будет три части в нашем вечере, три части и будет несколько еще промежуточных таких частичек, есть три части и несколько частиц. Вот, и перед тем, как мы начнем нашу первую, основную, самую большую часть, наверное, это когда мы будем задавать Руфе Петровне вопросы. Я хотел несколько слов сказать о том, что вчера у нас прошла женская конференция, конференция для сестер, очень хорошее было общение, очень большое ободрение, у нас была возможность открывать Священное Писание и соприкасаться с истиной Божией. И у нас была возможность соприкоснуться с человеком, который этой истиной жил и уже достаточно долго с Руфей Петровной Дейнека Шаленко Эрдал, сейчас у нее последняя фамилия. Вот. И до того, как мы пригласим их сюда на сцену, Виталий и Андрей Горбань будут задавать ей вопросы сегодня, до того, я хотел бы поделиться с вами небольшими впечатлениями от того, что произошло, что было вчера, посмотреть немножко фотографии, и там, кажется, даже к фотографиям еще и комментарии или отзывы, сестры, которые писали свои отзывы, то, что было вчера. Вот. Я надеюсь, что у нас готов этот слайд-шоу. До того, как его включат, я вам скажу, что вчера мы закончили в 4.30, без нескольких минут 5 я получил письмо из Белоруссии с благодарностью за эту конференцию. Вы можете себе представить, что в Белоруссии в то время было 3 часа ночи. То есть, кто-то смотрел до 3 часов ночи и потом посчитал важным и ценным написать об этом. Пожалуйста, если готовы у нас слайд-шоу, можете включить его. Субтитры подогнал «Симон» Можно произвести эффект, но невозможно спрятать сердце. I want to invest my time in things that will matter in eternity. Serve God is a joyful privilege, not a difficult burden. Чтобы заметить истинную красоту, нужен большой труд. Сделала лист практических действий, которые нужно сделать. Кому позвонить, кого пригласить и так далее. We tend to spend our time in the morning in front of the mirror, instead of the Bible. Надо жить такой жизнью, чтобы окружающие нас видели, как мы любим нашего Спасителя. Хочу, чтобы мое сердце было красивым, как у Христа. Контраст между характеристиками души, которые делают человека либо красивым, либо безобразным, показывают Божию реальность. My heart is the root of my ugliness. Еще раз оценить себя и свою дочь в отношении внешнего вида и сердечной красоты. To pray about every little thing. Service is an opportunity to express true beauty. Очень опасно, когда семья исполняет все, как принято в церкви, а дети не знают, просяны ли их родители. With God's help, I'd like to change my ways where I gave up, when I didn't have strength to be beautiful from inside. Побуждает трудиться ради Христа и не обращать внимание на недуги, нехватку времени или мнимую веру в то, что я ничего не могу. Ruth showed that no matter what talent you have, you are able to use it for others. Очень много искушений в мире, много грязи и нечестности, но человек, любящий Бога, будет светом во тьме. Особенно глубоко тронула истина о том, что божественная красота доступна каждой из нас. That Miss Ruth love got very much. Mary and Martha love Jesus, and Mrs. Ruth knew Mr. Elliot's wife, что красота у женщины в сердце. I think I should pray more, and tell God everything. And also, we girls are beautiful on the inside, and not on the outside. Well, on the outside too. Вы, наверное, не раз встречали людей, которых хотелось назвать замечательными. Я во время второго собрания сегодня говорил о том, что это иногда может стать таким слишком поверхностным словом и малозначимым. Или люди, которые просто производят какое-то внешнее впечатление. Но я думаю, что сегодня вечером мы хотим еще раз поговорить действительно с замечательным человеком, потому что у этого человека есть что-то, что можно заметить. И не только можно, а стоит заметить. У нас в гостях уже третий день. Руф Петровна Шаленко, я хочу позвать ее, и Андрея Горбань. Мы вместе сейчас проведем немножко, небольшую беседу. Во время этой беседы, друзья, если у вас есть ваши вопросы, которые вы хотели бы задать для Руф Петровны, вы можете это сделать. И вот сейчас я хочу просто обратить еще раз внимание на жизнь, которая действительно замечательная жизнь. Все стадии этой жизни замечательные. И самое главное, что это человек, который красив душой. Добрый вечер вам еще раз, Руф Петровна. Мы очень рады, что вы здесь. Я вот сразу хотел задать вам такой вопрос. Вы всегда, я вижу, ведете себя очень энергично. Это просто в природе по генам передалось, или вы стали такой, или жизнь заставила быть энергичной, быстрой, собранной? Я не знала, что я энергичная. Я есть то и что я есть. Что есть, то есть, да? Ясно. Хорошо. Это очень заметно и видно в вашей жизни, как вы даже за эти три дня, как на самом деле вы быстро реагируете, хотя вам немало лет. Я уже говорил и хотел бы еще раз поздравить вас с днем рождения. Спасибо, спасибо. Это для нас очень приятно быть вместе рядом с вами и слышать о вашей жизни. Спасибо. Мы хотели бы нашу беседу построить немножко хронологически, то есть, посмотреть немножко на вашу жизнь и задать вам те вопросы, которые помогли бы нам больше увидеть красоту вашей личности, вашего служения. Поэтому могли бы вы сначала, в первую очередь, немножко о своей жизни, вот откуда вы, потому что не все были на женской конференции, откуда вы, когда вы родились, может быть, главное событие в вашей жизни, так, может быть, за одну минуту, за две. За одну минуту. Папа мой родился в деревне Старом Лыне. Моя мама, это Беларусь, и мама тоже. Папа приехал в Америку, когда ему было 15, почти 16 лет. Потом позже вернулся моя мама, когда они поженились, ей было 20. Приехали в город Чикаго. Начинаю с ними, потому что мое рождение было в Чикаго. И хочу сказать, что я никогда не жила в бывшем Советском Союзе, родилась в городе Чикаго. В городе Чикаго. Где вы сейчас? Вы там же и проживаете сейчас, да? Нет, я там жила, пока я в детстве. В high school была. А потом я образование мое имела в христианском колледж. Потом была миссионерка. А сейчас живу в Индиану. Сейчас в Индиану. Хорошо. Ну, это и есть. Примерно одна минута. Такие общие вопросы. Нам очень интересно, наверное, первый самый вопрос. Ваша духовная жизнь, начало. Каким образом вы узнали лично Господа? Вы можете немножко так детальнее рассказать? Вы очень быстро рассказали в пятницу вечером. Может быть, расскажите немножко, чтобы мы могли еще раз услышать. Ну, я очень, можно сказать, счастливая. Я очень благодарю Господа, что мое рождение было в доме, в христианской. Ну, было на квартире, сказать правду. Мои родители жили очень всегда скромно, бедно, но радостно. Мои первые мысли и вспоминания – это мама и папа, которые любили Господа и любили меня. И потом помнится, каждое воскресенье, когда они брали нас в молитвенный дом. Это все помнится, это были мои начала. И, начиная слышать проповеди, и потом видеть жизнь моих родителей. И каждый день, как семья, мы читали Слово Божие, мы молились. И всегда моя мама, особенно, учила одно или другое, рассказала сестре Тане, что мама никогда не разрешала мне сидеть без ничего не делать. Я должна была всегда что-то делать. Но всегда они нам, деткам, потом братик родился, потом сестричка, о Господи. И объясняли то, что есть Бог, послал своего сына, это да. Но то, что лично я могу их знать, могу знать любовь Господней. Так что из ранних дней моей жизни, как я помню, я помню свидетельства в словах и в жизни моих родителей. То есть их личный пример, и лично они говорили вам Евангелие. А потом, как я уже рассказывала, мой папа создал миссию Сливанское и Евангельское общество. Это значит, что он разъезжал по церквам и рассказывал о труд Господнем. Мама оставалась дома с нами, как детки. И всегда с любовью тоже, перед тем, как ложиться спать. Она читала Слово Божие, что-нибудь даже расскажет из Библии, рассказы. Мы всегда пели гимн вместе, а потом ложились спать. Когда уже свет, она уже закрыла, все там уже темно, мы всегда спрашивали, мама, расскажите о родине. Это нам очень всегда было интересно. Где вы родились, как там все было. И каждый вечер она что-то нам так рассказывала. Но что я хочу сказать, это когда мне было почти 9 лет, папа приехал домой, понедельник было. И он был в воскресенье, мой день рождения был на воскресный день, его не было, так как он был на служении. И он приехал, и он сказал, мне так жалко, что я не был тут сегодня. Сегодня вчера, то есть праздновать на этот день. Но сегодня день после день рождения. Рождение было радостно, когда ты родилась. Но есть другое рождение. Рождение это от Господа, когда мы можем быть новой чадо, знать его как Спасителя. Опять он объяснил. И он говорит, я надеюсь, мы, мама, я молимся, что когда-то лично ты сама сделаешь это решение. Принять Господа. Я помню, я помню, как вчера. Мы сидели в кухне, кленка была желтый цвет. Я так хорошо помню. Я его спрашиваю, а я могу это сейчас сделать? Это был понедельник, это было в нашей кухне. И, конечно, папа сказал, обязательно. Мама пришла, она там что-то варила. Трое мы стали на колени в кухне. Я молилась. Конечно, я точно свои слова не помню. Мне было 9 лет. Но я просила, чтобы Иисус простил мои грехи. Что я хочу иметь второй день рождения. Тот день, когда Иисус в моем сердце. Я новая тварь. Потом мама молилась. А потом папа молился. Это я точно хорошо помню. Руфа Петровна, так вы приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя в 9 лет. Да. И вы говорили, что вы после high school сразу пошли в верующий университет. Но еще было перед этим что-то. Я хотел вам именно об этом и спросить. Когда вы решили посвятить свою жизнь к Божьей работе, к служению? Ну, в 9 лет я уже поняла, что я дитя Господня. И когда я ошибки делала, что-нибудь нехорошее, мама напоминала меня. Нужно просить у Господа прощения. Мы это делали вместе. И к этому я училась дома тоже. Но, как я и сказала, мой отец разъезжал много на проповеди. И как раз, когда мне было, ну, мне было 12 лет, когда папа получил приглашение в Южную Америку. Тысячи эмигранты туда переехали из России, из Украины и так далее. В тысячу двадцатых годах, тридцатых еще пускали иногда. И вот туда заехало много-много-много славян. И в тысячу девятьсот сороковом году он получил приглашение иметь служение между этими людьми там в Аргентине, Парагвай, Урагвай. И мой папа молился с мамой, поговорили, и он решил поехать туда. И это он сделал на путешествие миссионерское. И когда он уезжал, он сказал маме, я не знаю, когда я вернусь, как Господь поведет. Но я знаю, что есть возможность, есть приглашение, есть нужда. И я туда сейчас поеду. И будем прославлять Господа, будем проповедовать, увидим, как Господь поведет. На этом путешествии, конечно, это много лет назад, это не самолеты. Он пароходом поехал в Венесуэлла, потом оттуда поездом. И он планировал тогда на пути домой, обратно в Америку, когда он там окончит, остановиться в стране Эквадор, в городе Кито, и за то, что там, в этом городе сейчас был миссионер, доктор Клэренс Джонс. А этот брат вместе с моим отцом посещал Американскую церковь, где папа посещал, в городе Чикаго. У них проповедник, Паул Рейдер, очень интересовался, как я вижу, брат Алексей, помогать молодым братьям отдаться все цело Господу и на служение. И он все время ободрял этих молодых. Так что вот мой папа пошел на миссию, и это доктор Джонс тоже. В сердце он почувствовал Господь, хотел, чтобы он начал радиостанцию, миссионерскую, короткие волны в Южной Америке. И вот он поехал в Эквадор, они ему разрешили начать радиостанцию, и он на английском и испанском языке начал, потом на индейском, кичуа, и на шведском, потому что его друг по-шведски мог проповедовать. И когда мой папа написал, что он будет ехать, и он приехал, он попросил, чтобы папа и на русском начал проповедь, или сказал бы проповедь, конечно, и на английском. Но нам дали знать, что папа будет по радио выступать на русском языке такой-то час, такой-то день, у нас был старинный такой радио, большая, как, знаете, стояло, короткие волны. Мы нашли это место, время пришло, и я услышала голос моего отца, мой папа из Южной Америки. С таким удивлением, что я могу услышать его голос. Уже это был март месяц, значит, что мне 13 лет как раз в марте это было. И, как я другим сказала, в тот день, когда я сидела возле этого радио и слушала, никогда даже не мечтала, что когда-то Господь и призовет меня быть в этой, как раз в стране, Эквадор, когда-то на служение на радио. Он вернулся в апреле месяце, был приглашен в ту церковь, где мы посещали, это была евангельская русская церковь в городе Чикаго. Особое собрание было меценерское, многолюдное, все в нашей церкви были. И папа проповедь был о том, я видел нужду, где работники. И он вот призывал. Я видел, я видел тех людей, которые без Господа нужны работники. Его призыв был тот вечер, чтобы молодые отдали свою жизнь на служение для Господа. И он призыв дал такой, пригласил, чтобы если есть те, которые интересуются, которые хотели бы дать все, что в своем мнении они могли дать Богу, чтобы служить Ему. Я сидела и слышала все это. И я также вспомнила то, что у папы были сестры Текли и Анастасия. Они умерли из голода. У него были братики, трое, тоже умерли. Но самое то, что я помнила, как 13-летнего, они никогда не слышали о Господе. И я помню, когда папа дал этот призыв. Я помнила моих родных. И я себе сказала, запоздно для них. Но если Господь когда-то сможет потребить меня как-нибудь на служение. Я хотела отдать свою жизнь Господу. И я думаю, что я, может быть, почти побежала, потому что, как вы видите, мне трудно ходить. Так что я быстренько пришла и на колени встала. И я обещала Господу, если Его воля, и Он желает когда-то, чтобы я служила Ему как миссионерка. Я отдала Ему. Это обет, что я хочу служить Ему. Вот где началась моя жизнь на другом пути. Это замечательно. И я думаю, это очень важно, когда человек так серьезно принимает это решение посвящать свою жизнь Господу. Но должен идти какой-то процесс во время жизни, когда человек готовится к этому. Если бы вы смогли поделиться, как вы видите, ваш характер именно формировался за эти годы, когда вы готовились идти в библейский колледж, и потом после этого на миссию. Ну, мама и папа заставляли, чтобы я музыку брала, играла на пианино. Они приготовляли нас, детей, быть миссионерами, если Господь призовет. Заставляли меня, заставляли брата, мою сестру. В нашей церкви был оркестр. Мы тогда и играли инструменты, мы в хору пели. Они все, как бы сказать, старались показывать, приготовлять нас к этому, если Господь желает. И мы сами с удовольствием это делали. И я хочу сказать, даже когда между собой мои друзья, мы беседовали, кто хочет что делать, быть сестра милосердия или что-то там другое. Я всегда говорила, я буду миссионерка. Это в моем сердце, я это решение сделала, я держалась к этому. И когда я окончила high school, то я хотела образование духовное, чтобы приготовиться к этому. И Господь открыл двери, я посетила Bob Jones University. Там я брала библейские классы, конечно, и Christian Education, чтобы приготовиться с детьми, с сестрами, трудиться. Где-нибудь, где Господь позовет меня. Каким образом дальше после колледжа, как развивалось вот это ваше призвание? Вы дали обет Господу, затем было образование. Как дальше произошли события, как Бог вел вас? Ну, конечно, в разговоре с семьей, папой и мамой, я им это все говорила. И говорила папой, что у меня это желание. И, ну, знаете, многие из моих американских друзей говорили, how can you be a missionary to Russia? Там все закрыто. Как ты можешь быть миссионеркой в России? Дверь закрыта. Но я помню, мой ответ был, если Господь зовет меня, Он что-то откроет. И так оно вышло, потому что старшие будут помнить, что после Второй мировой войны, когда все окончилось, много не иммигранты, много русских остались в Германии, там, где они работали, в различных местах, где Гитлер их завез туда. И по лагерям они были собраны, они не хотели вернуться в Россию, и ожидали визы или спонсоры, чтобы выехать. Так что вдруг папа увидел, что здесь возможность на служение, и он стал призыв звать миссионеров, молодых братьев и сестер, чтобы по лагерям в Германии и в Триест. Был 10 тысяч людей в Триест был, такой лагерь большой. И на служение. Так что, так как Россия, конечно, закрыта, но вот в Германии, я была в городе Франкфурт, было тысячи-тысячи русских, которые сидели, ожидали разрешения выезда. И в чем, чем больше всего вы были заняты, когда в Германии? Ну, другая молодая, Роза, которая вышла замуж за моего двойного брата, Роза Ленович, она год раньше меня поехала. Так что, когда я уже кончила свое служение в мае, не служение, а в университете, в мае, 7 июля 1950 году я выехала в Англию, потом в Германию, и мы вместе жили в Франкфурт. И четыре раза в неделю мы ходили в различные четыре лагеря на трамвай, на автобус, потому что они были за городом в Франкфурт и имели служение каждые те дни с детьми, с женщинами. Конечно, некоторые мужчины сзади стояли, глупопытно слушать, что там. Но что мы нашли, это то, что никто, никто никогда не слышал о Господе. Дети смотрели на нас, библейские рассказы. Я говорила библейский рассказ, Роза немножко читала Слово Божие, мы вместе пели по-русски, старались учить детей, или кто там был припевый. Вот наше служение было. Для них первый раз в их жизни они услышали Его, Господи. Как долго вы были в Германии тогда? Целый год. Целый год. И когда я была целый год, потом Роза вышла замуж за Николая, и я не могла сама остаться на такой труд, это не было для молодой девицы. Тогда моя миссия попросила, чтобы я во Франции поехала. Я там трудилась старшим, муж и жена Павел и Надежда Найденко, которые работали между бывшими жены офицерей белой армии. Они после революции туда поехали, потому что у них там дома и так далее были. Они все были в том классе, как бы сказать, дорогая жизнь. И брат и сестра Найденко имели служение между ними, между этими женщинами. Тогда почти целые два года я с ними там трудилась. И во Франции вы как долго были? Да. Ну, я почти три года была в Европе. Три года. И затем после трех лет вы вернулись обратно. Ну, в конце этого времени я посетила лагерь в Триест. И там я познакомилась с Яковом Ивановичем. Мы были немножко знакомы в Канаде. Но в это время он туда поехал быть миссионером, как мы были. И случайно, потому что я контакт не имела с ним, мы встретились и опять познакомились. И через несколько месяцев решили жениться. Но так как он только что приехал, а я уже готова уезжать, я поехала в Америку. И мы женились через год после этого, когда я... Он окончил свою службу. Вам сколько лет было, когда вы вышли замуж? Почти 25-26. 25-26. Что-то такое примерно. 25 с половиной. Я вижу... Он любит половины, так что я ему дала. Спасибо. Но я слышал, так, край муха, я в пятницу слышал, что до того, когда вы встретили Якова Ивановича, вы еще кого-то встретили. Да, но знаете, это я молодым сказала. А вы думаете, что здесь что? Я молодым сказала. Это для них. Это не для вас, пастор Виталий. Воле Божьей. Хорошо, я пока посижу, просто послушаю. Андрей вам туда задаст. Можете мне рассказать, когда я на пару лет моложе, чем пастор Виталий. Это был наш секрет, чтобы молодые только искали волю Божьей. Вот это все, что я скажу. Ну, Андрей, Андрей хочет все-таки узнать о ваших секретах немножко больше. Ну, мне просто интересно. Я с вами чуть-чуть об этом поговорил. Вы сказали, что вы решили в 13 лет, что ваше служение будет именно для русских людей. Правильно. И вот этот молодой человек, с кем вы встретились, Баб Джонс, он собирался служить в Китае. Так, да. И вы просто поняли, что вас Бог звал в Россию или к русским людям. Да, к русским. И как все-таки вы решили, что вот то, к чему вас Бог призвал, это важнее того, что вот вам человек может привлекательным или может даже богобоязненным, и вам он нравился, но все-таки вас Бог к чему-то призвал. Как вы решили, что вот это важнее всего? Да. Вот, знаете, интересно в христианской жизни. Мы отдаемся все цело Господу. Мы говорим, Господь, я хочу Твою волю. И старайся жить как нужно. И я старалась, с Божьей помощью ошибалась, просила прощения, Иисус помогал мне. И мы оба были на особый комитет миссионерский труд. И это нас привлекло в бестие, потому что я говорила, я буду миссионер, и он тоже будет. Мы не имели ничего близкого, но я его видела. Я знала, что у него это интерес. И он знал. Ну, знаете, смотрели на друг друга. Да? И я молилась. Я говорю, Господь, вот миссионер будет. И как-то, знаете, все так. Думали, молили, все, и он тоже. Но я говорю, обязательно ты в Китай хочешь? Я говорю, о, да. А я думаю, Господь, я же чувствовала твой призыв между... Мой народ, я уже язык знаю. Мама научила меня читать и писать. Я люблю свой... Я считаюсь русской, хотя родилась в Америке. Как я другим рассказывала, здесь в Америке все меня считали русской. Я поехала в Россию, все говорят, вот американка, знаете. Так что так оно вышло. Но я смотрела на него, на меня, но я и смотрела на Господа. И пришел тот день, я должна решать, что делать. Оно не было легко, но Господь выиграл. И я сказала, нет, Господь. То решение, что я сделала, и моя любовь, мой народ, я знаю, что этот путь не мой путь. И Господь дал мне силу, и... и очень хорошо все это окончилось. Я думаю, это замечательно, что Вы сказали, что вот Господь все-таки выиграл. Обязательно. И это важно, особенно для молодых людей, когда они смотрят и принимают какие-либо решения в жизни, чтобы они видели Господа и его работу более привлекательную, чем кое-что другое. И вот я знаю, что после того, как Вы познакомились с тем молодым человеком, кто бы стал Вашим мужем, после этого Вас Бог призвал в другое место. Вы можете чуть-чуть рассказать об этом? Когда Яков написал письмо папе моей, попросил разрешения, потому что мы были в Европе, мы знали также, что должен быть целый год, потому что наш труд такой. Но когда тогда папа получил еще письмо из Эквадора радиостанции, что слышимость такая хорошая сейчас в России, люди слушают, нужно больше передачи делать. Знаете, у них начинали одна программа ежедневная, потом два раза и три, и так далее. И это значит, что нужно, чтобы был другой брат помочь в проповеди. Это был только брат Константин Левшеня тогда. Так что мой отец попросил, Якова, чтобы переехать из Европы труд в Южную Америку на эту радиостанцию. То, когда мы поженились, мы поженились в ноябре месяце, в конце декабря мы уехали, чтобы быть миссионерами в Южной Америке. Но вы сначала куда поехали? Вы же не сразу в Эквадор поехали. Когда мой папа написал письмо братьям на радиостанции, что вот другая пара приедет в свое время, это мы еще не были муж и жена, тогда они сказали, хорошо, но они не могут приехать до того, как они могут владеть испанскому языку, потому что здесь все на испанском. Ну, Яков, мой муж, будущий, говорит, целый год сидеть и изучать испанский язык, и я русский миссионер, как-то неприятно даже, как бы сказать, целый год провести, ничего не делая. Так что он очень интересное письмо написал и сказал, мы рады очень, что мы можем быть, и мы обещаем, что будем изучать испанский язык, когда мы туда заедем, и они тоже ответили, так, мило, мы это рады знать, но вы не можете приехать, если вы не будете говорить по-испански, и все. Так что мы знали, что это Господь имеет для нас. И я хочу добавить, действительно, мы думали, что это будет пустой год, что мы только язык будем учиться, но вы знаете, мы туда заехали, ведь там все по-испански, вот сегодня братья спрашивали, какое служение, что вы делали, ну, мы же ходили на служение в воскресенье, на каком языке? На же испанском. Когда мы делали наши передачи, кто помогал нам вести все? Были испанцы. И знаете, все те годы, что мы там жили, Яков почти каждый воскресенье был приглашен в испанскую церкву проповедовать. Нас приглашали на музыку, потому что мы вместе пели, женские собрания были, мы имели служение на испанском языке так же самое, как и на русском, так что Господь знал, и Он всегда знает лучше, чем мы. Вы вчера, кстати, говорили, что вы трошки говорите по-украински. Как это вообще получилось? Вы учили испанский, были в стране, где говорят по-испански, там были украинцы? Я посещала Украину, там и была Галина. Там и была? Пришлось. Я знаю. Здесь, кстати, вопрос подошел, очень, я думаю, что по времени очень нужен и уместен. Когда вы вышли замуж, вы ездили с мужем на миссионерские поездки, да? Да. А если, а вообще было так, что вы не ездили, а он ездил? О, да, когда у нас детки, у нас сын, Ваня, дочка Лидия, когда они маленькие, я была дома с ними. Вот люди здесь интересуются, как вы решали эти вопросы в семье? Как вы жили без мужа так долго? О, нет, 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 я, но когда он разъезжал, он сам, когда детки были маленькие, я оставалась у Кито и имела мои программы, он должен был записывать экстра заранее, когда его не было, но я детей смотрела дома. В каком году вы уехали в Эквадор? В 1954 году. 1954 год. Как раз это время, я хотел, чтобы немножко приостановились, 52-56 годы, вот этот период жизни, там было очень интересное событие, я помню, когда еще был маленьким мальчиком, нам мама читала из книги, которая была рукой написана о людях, о миссионерах. Я хочу... Яков написал эту книгу, моему Яков написал эту книгу. Это ваш муж написал, да? Это его события, он это писал. За этих пять миссионеров, да? Я бы хотел сейчас, чтобы мы немножко посмотрели один небольшой видео, и затем несколько вопросов хотел, чтобы вы немножко вспомнили. 1956 год. Хорошо помню. Спасибо. Спасибо. to the Story of Liberty. On this day, February 21st, in 1952, a man named Jim Elliot, a missionary, arrived in Ecuador with the purpose of evangelizing the Ecuadorian Indians. It's an amazing story, and there was actually a film made about these young men. Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCulley, Roger Uderian, and Nate Saint, who was their pilot. All Christian missionaries, very special young men. Jim Elliot, and his friends went to the jungles of Ecuador. They had sought to bring the gospel to the most primitive savage people on the face of the earth, the Akua Indians. They prepared themselves well. They even devised a method with their plane to make a tight circle to lower down to the ground all sorts of gifts in a basket to make friends with the Akua Indians. They did this for weeks at a time because the Akua's had no contact with the outside world. In fact, it was told that they killed just about every person who entered into that jungle. As time passed, these missionaries felt comfortable enough to land their plane on the beach of the river. At first, a couple of women came out of the jungle, then a young man, and then others. For several days, they reported that things were going well, and they gained the confidence in the friendship of the Akua's. And they hoped that they would soon be able to tell them Christ and his gospel. Well, eventually, out of the bushes they came, a horde of Akua's with eight-foot spears, and they plunged them through the bodies of these five young missionaries. On January 8, 1956, Jim Elliott was killed along with his friends, mutilated bodies that were found downstream. You know, they had guns, but they didn't use them. When the Akua men came toward them, they did not shoot. Several of the men who killed Jim and his friends became Christians later in life. one of them actually gave a testimony at a meeting and he counted on his fingers and he said, have killed 12 people with my spear, but I did that when my heart was black. Now Jesus' blood has washed my heart clean, so I don't like that anymore. There's an amazing story of grace here about the father of one of those young men, one of those five missionaries. He was a big man and the story goes that he said when he heard that these savages what they had done to his son that he decided to go to Ecuador. He was very angry and when he got on the train he went into that jungle to find him. He took a group of guides into that jungle and he found the particular Indian that had plunged that spear into the body of his son. The dad of one of these missionaries who was killed he actually took hold of this man who killed his son in his arms and he said to him in the name of Jesus I love you. Folks this is very close to what the grace of God is all about. It's not quite the full meaning of what the grace of God is the amazing grace of God but it does bring us to the fact of a greater sacrifice even laying down of one's life the sacrifice of giving one's own life Jim Elliot the great Christian martyr in Ecuador once said he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose God bless you we решили показать этот небольшой видеоролик для того чтобы вы могли немножко вспомнить я слышал что вы знаете лично этих людей да это были наши друзья расскажите немножко все пятеро и жены мы часто раз в год миссионеры собирались вместе на молитву на ободрение кто-то приезжал проповедовал нам ободрял слово Божье так что мы всех знали я хорошо всех знала и то утро это было как раз они были убиты 8 января 7 января понедельник наш штаб на голос позвали нас всех вместе мы ничего не знали что случилось и в 10 часов утра мы имели молитву вместе и тогда наш президент Джонс рассказал что эти братья имели желание рассказать индейцам о господи мы знали что были алка но они убивали всех они убивали друг друга так что никто не знал где они в Дебрах но в общем тогда эти братья их 5 они по секрету ну конечно жены знали молились и старались контакт вести с ними и они целые недели там были на вблизи и пятницу перед тем как они были убиты пришли трое они подумали что контакт был хороший и что было понятно между друг друга что как дружба я должна быстренько сказать что у них конечно их язык не говорили но они заранее приготовили фразы они встретили одну молодую Алка и у них с ней эти вопросы как вас зовут сколько вам лет ну различные такие фразы и у них все это написали и держали собою тогда эти молодые пришли и они потребляли эти слова как иметь разговор ну конечно то что отвечали они не понимали но чтобы как-то было более лучше а быстренько это все нужно рассказать в общем воскресенье утром самый день как и у не были убиты дэйт этот пилот позвонил жене и говорит ей что сегодня мы знаем будет благословенный день сегодня будет благословенный день он сказал жене мы видим что идут к нам и он так сказал на служение он полетел и он мог видеть что идут эти мужчины индейцы он видел что у них у всех были копья но они всегда ходят с этим если змеи или что-нибудь чтобы сохранять друг друга и в общем он сказал пол пятого я буду звонить дал час ну час пришел она сидит около ради как она и ожидала и только свистела никаких не было звуков или слов и в 7 часов вечером она доктор пришел навестить ее и она ему сказала доктор что-то здесь неправильно что-то случилось потому что мой муж какой-то контакт мог бы сделать со мной и ничего нету так что в понедельник утром другой миссионер у них самолет был он туда полетел и когда он полетел он увидел что самолет был разбит и что около самолета лежала трупа один и как раз купе было но других четверо он не видел и вернулся домой и рассказал это и тогда они всем нам рассказали конечно мы молились целый тот день не знает что и как так что на следующий день вторник собрались чтобы ну может быть они где-то в Дебрах спрятались может быть где-то они стараются убегать так что попросили семь миссионеров чтобы вместе как манда могли туда поехать и попросили моего мужа Якова он охотник был рыбу ловил он знал как жить в таких мест и также несколько солдатов и несколько индейцев чтобы носили пищу потому что это у них идут там где ничего нет два с половиной дня они и шли или в лодочке были чтобы дойти до то место где эти миссионеры когда уже они почти дошли американская армия прислала helicopter и когда он посмотрел везде и повсюду он увидел что в речке четыре трупы так что он мог написать место приблизительно и когда братья дошли до это место доктор этот самый попросил чтобы Яков с ним в лодке был на кону не лодка знаете мало это и когда они находили то Яков был один с индейцем чтобы вытаскивали эти трупы и туда завезли чтобы все вместе и как раз большой дождь стал лить и они быстренько всех вместе уже приготовили место где они похоронили там же ну конечно 3-4 дня были уже в воде так что было неприятно и так далее это как случилось для них и мы все были убиты вы могли бы лично немножко вспомнить как это событие повлияло вообще на вас как на миссионерку как на христианку да когда каждый день мы давали это сообщение на радио так что русский народ знал каждый день все что делалось мы рассказывали и многие слышали и имели эту информацию что даже в Америке не имели потому что мы нашим русским рассказывали каждый день лично когда мы не знали что они все были убиты до пятницы они были убиты в воскресенье пока дошли до них это уже было несколько дней когда мы знали что не нашли сразу их я думаю что каждый миссионер и я тоже перед Господом говорит Господь только ты знаешь наши дни потому что мы отдаемся все цело тебе что ты желаешь делать после этого это твоя воля я думаю что каждая личность может быть сказать второй раз перед Господом сказал да будет воля твоя в этом как долго мы будем жить что и как потому что это братья они они не собирались умереть но они искали волю Божию и они знали что может быть что-то случится но они знали что Бог их послал ну может быть я добавлю немножко конечно три года после этого три года различные все можно рассказать когда братья они стояли на стеснях на песку и ожидали чтобы эти индейцы пришли индейцы пришли они пришли цель убивать и самый главный и самый старший индейец назывался Гикита он был самый старший ему было 42 он был старик это племя потому что они убивают друг друга и он тогда решил кто должен убить кого ты убей твой ты убей твой так он распорядился и когда первое купе было брошено оно не вышло как он думал и эти другие братья стали помогать ему и как-то все вышло и этот Гикита не знал что делать но один брат мы знаем что это Петр выскочил оттуда и стал на камень через реку он вынес свою бумажку и он стал эти фразы очевидно говорит мы друзья мы пришли к вам с любовью и так далее а эти уже братья умирают и потому что это Гикита кричит убивайте убивайте но он стоит и вдруг Гикита видит что этот стоит и думает чего он стоит и он не пригласил он сказал молодому этому индейцу убивай его он говорит нет я боюсь у него здесь рождё но ты смотри он не стреляет ты убивай и он подошел до этого Петра смотрел его в глаз и бросил копьё но Пётр стоял до последнего момента старался сказать что Бог их любит когда это случилось этот Гикита два года вот я говорю прошло он всегда сказал почему тот не убежал почему он стоял я должен знать почему он не убежал и тогда через два года три года он послал жену и другую женщину с нею найти белых чтобы спросить почему он не убежал это длинная тогда история они пригласили Лизавета Эллиет у нас девочкой пошла сестра пилота пошла и они конечно научились как говорить их язык они сразу стали делать азбуку стали переводить слово божие свидетельствовали и вот этот гекита был самый первый который молился и просил чтобы господь простил его и помог ему жить я хотел немножко остановить эту историю вы слишком быстро рассказываете Елизавета это жена Джим Элли вот что мы сейчас видели через два года этот гекита он посылает свою жену пригласить пригласить как я знаю что вы лично знаете Елизавету как она вообще реагировала на тот факт что те которые убили ее мужа теперь зовут она жила близко там он ожидал тот день как господь даст возможность к ним пойти она продолжала изучать язык она в то же самое время работала с другими индейцами Китчева с кем они первый раз поехали работать она ожидала этот день она знала что Бог не окончил с ними они не умерли волю как ни для чего она знала что Господь имеет план план мы не знали но она осталась жить вблизи быть готовой к этому дню и так оно вышло это действительно только Божья любовь может так сердце изменить чтобы ехать я слышал за отца отец ехал вроде бы расправиться с этим но я его встречала когда он приезжал отца да ну мы же там жили но я хочу кончить потому что это очень интересно и очень трудно все рассказать но много в 1996 году миссионеры сделали интервью с Гекито в каком это еще раз извините в 1996 а это было 58 40 лет и они сделали интервью и я записала это интервью и они конечно спросили и все и он рассказал сейчас мое сердце чистое сейчас я понял но что я хочу вот окончить с этим он рассказал что когда он принял господа просил прощения он сказал я сейчас живу ожидая тот день когда я окончу идти через дебри и когда дебри окончится там будет небо мы всегда говорим что тут небо мы смотрим и говорим небо а индейцы говорят что небо это конец дебри у них для них что небо знаете у них мало что понимает scientific как сказать у них жизнь дебри так что он так сказал когда эти дебри этот forest этот джунгл оканчивается это небо и когда я уже пройду мою жизнь он говорит скоро он чувствовал что он скоро умрет он говорит когда я выйду где где эти деревья и где это все растение вокруг меня когда я выйду и это будет небо пять белых мужчин будут стоять там и я побежу к ним и я упаду перед ними и я скажу благодарю вас спасибо что вы пришли дать нам слово Божие это действительно замечательная история и я думаю у вас было огромное привилегия познакомиться с вот такими людьми но вы это случилось за первые два года что вы жили в Эквадор и у вас еще было 28 лет в этой стране когда вы служили и когда вы работали с людьми в этой стране и когда на радиостанции вы можете чуть-чуть рассказать о вашей жизни там как ваши дети росли в этой стране вашу миссию вашу работу на станции вашу работу вы рассказывали что ваш муж проповедовал в церквях там в этом городе можете чуть-чуть рассказать о вашей жизни там ну мы жили нормальную жизнь вставали утром как семья завтракали вместе я уже рассказывала мы всегда читали слово Божие вместе молились всегда пели гимн вместе дети ишли в школу мы только жили очень близко радиостанции и конечно школа близко там была миссионерская школа для детей там 500 душ детей училась от первого класса до 12 и на английском языке но преподавали также испанский язык а мы тогда с Яковом на радиостанции в наш офис контора и приготовление Слова Божия на проповедь нашей программы мы любили все письма которые приходили мы отвечали мы пакеты послали посылали литературу и так далее записывали программы в 12 часов дня когда гудела 12 я домой бежала обед я в духовке имела все было на столе дети пришли мы покушали они в школу а мы на радиостанции и мы так радостно трудились на то труд что Господь дал нормальную жизнь семейную дети любили дети радовались быть там мы в детстве с ними на русском языке говорили они все прилично говорили но уже когда взрослые стали больше никто же там другой не говорил на русском языке только мы так что им это уже не интересно но они на испанском говорят и на английском конечно и имели все их 12 лет учения там в Кито и мы там были мы любили труд мы любили петь для Господа служить для Господа может быть я расскажу только воскресенье в один один день воскресенья мы после собрания обедали были дома и звонок телефон это звонили из на радиостанции вход ну заперты в том они спрашивали кого вы хотите видеть куда вы идете и так далее и два мужчины там были и они сказали мы хотим видеть Якова Шленко ну тогда Яков говорит я приду Яков приходит и там стоят две мужчины одеты в черном они были священники из католической церкви ну поздоровился придите в мой кабинет они зашли и сели и один сразу с ним на русском и конечно с таким удивлением и он смотрит на другого а он на испанском заговорил ну испанец говорит пусть он вам расскажет кто он я привел его и он сразу сказал он говорит я с России я слышал ваши передачи он отрогал мое сердце я хотел искать Бога я не знал как найти его потому что нам говорили что нет Бога что это библия только книга сказки и у меня идея я получил как-то и на радио тоже услышал что католическая церковь приглашала молодых приезжать изучать как быть священниками я решил я запишусь я запишусь из-за того что я получил разрешение выехать из Советского Союза но когда я выйду ну я поеду к ними но я буду искать голос это будет моя причина вы 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 и особенно когда они сказали если ты действительно хочешь учиться как бы священником ты должен поехать в Кито Эквадор о ничего все хорошо это будет замечательно и он говорит я так возрадовался я же как раз тогда вот хотел найти голоса и вот приехал записался и стал учиться или что они там вместе но он говорит этот молодой я вижу что он тоже не интересуется быть священником но мы учимся вместе и в один день я ему говорю слушай ты что тут знаешь радиостанции такой большой да он говорит у нас есть the voice of the andes la voz de los andes по-испански в общем голос а вы когда там были нет я хотел бы видеть я тоже ты можешь мне взять пойдем мы ничего не делаем после обеда воскресенья мы будем гулять вот они пришли радиостанцию и вызвали якова расскажите нам и этот русский говорит расскажите мне о боге я приехал чтобы слышать то что вы говорили ну конечно яков растирался и в том что он этого священника не знает на испанского языка чтобы проблемы не было но он спрашивает этого русского вы хотели иметь русскую библию он говорит я да можно где-то получить я вам дам у нас был запас и он пошел взял ну он взял русскую и взял испанскую библию там наш склад и принес и когда он дал эту библию для священника русского он бросился на колени взял якова руку другую целовал этот самый драгоценный подарок что я когда получил в жизни и тогда яков и дал этому испанцу не знаю если такое у вас есть если у вас он говорит да это интересует меня тоже и тогда яков разрешите чтобы я помолился когда они уже выходили и он на русском и потом на испанском помолился за этих мужчинах и они так ушли и он вернулся домой и конечно рассказал мне и мы сидели и думали какие чудеса бог делает люди слышат люди жаждут этот молодой человек хотел знать о боге что даже записался учиться быть священником католической церкви руфа петровна несколько таких коротких вопросов но очень важных вопросов и мы будем заканчивать нашу беседу я заметил вот за эти три дня вы очень вы как-то очень просто говорите о жизни она не легкая была вы как-то говорите вот даже о самых трудных периодах своих жизней очень легко почему у вас не было вы не видели что это было трудно или ну конечно есть трудности есть печали есть боли но вы знаете у вас был страх когда-нибудь когда вы слышали об этих случаях не было страх когда яков туда пошел да как вы как вы преодолевали они же только убили пять миссионеров и когда попросили если яков хочет идти между прочим когда мы стояли на радиостанции и самый главный президент говорит якову по-английски зовут его джек джек ты готов был с нами пойти туда до аукас ну а джек яков посмотрел на меня знаете почему я была беременная 7 месяцев это ваш уже Лидия моя дочь что ты скажешь что я скажу жены отдали свою жизнь то есть мужа что пошли а кто я что сказать что яков не может пойти я должна конечно я испугалась но я также знала что это наша жизнь господь же ведет и держит нас если мы его дети и я сказала да и ту ночь мне было трудно спать но я молилась и просила что господь не только охранял его дал мне мир и он это и сделал и да трудные времена были но вы знаете я их принимала в том что почему же мне тоже не иметь проблемы ведь этот мир это мир только грех темнота и проблемы но наша жизнь это с господом и между прочим мой папа сказал эти чудные слова которые все время я слышала много молитвы много сил мало молитвы мало сил нету молитв нету сил и с божьей помощью в молитве просим мира божия и охрану и помощь еще два вопроса вы прожили 85 с половиной лет есть у вас что то о чем вы жалеете если бы вернуть вашу жизнь что бы вы сделали по другому о нет наоборот по этой причине пятница мое сердце так радовалось что я могла сказать молодым что самая лучшая жизнь это жизнь с господом нет я не жалею ни один день и я только прошу что господь давал силу чтобы я могла жить для него и каждый день делать его волю ничего не жалею наоборот благодарю Бога я чувствую что я от него получила великие благословения в моей жизни спасибо огромное за такой величайший пример верности еще один вопрос вы любите петь и оказывается вы еще и на фортепиано вы до сих пор играете играю вы сейчас можете сыграть гимн который вам больше всего нравится я сыграю если вы споете братья все ликуйте давайте попробуем вместе вы будете играть на фортепиано а мы будем петь только нам нужно worship leader и Джоу где ты а я могу ты конечно давайте мы встанем и поможем сестре Руфе Петровне и соединимся все в этой замечательной очень старинной песне кстати Руфа Петровна сказала нам по секрету что она попросила своего мужа пастора и детей о том что когда она умрет чтобы эту песню спели на ее похоронах братья братья все ликуйте славный день настал сестры торжествуйте Бог нам радость дал ликуйте ликуйте Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки Книгу жизни записал. Ныне приступили, не к синаю мы. Нас уж не пугают громы молнии. Слово благодати свыршим за креста. Мы спаслись от гнева кровью Христа. Громко пойте Аллилуйя. Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки Книгу жизни записал. Верой и любовью мы теперь живем. И омытой кровью к небесам идем. Светлая надежда, веселье сердца. Будем жить вовеки кровью Христа. Громко пойте Аллилуйя. Бог нас спас и оправдал. Наши имена навеки Книгу жизни записал. Громко пойте Аллилуйя. Громко пойте Аллилуйя. Громко пойте Аллилуйя. Громко пойте Аллилуйя.